итак да сразу прямо слету сборка аксиала рифт без всяких вступлений и сразу моменты по дифам то есть я решил коротенькую серию делать каждый этап сборки там где нужно обратить внимание собственно диф передний он же диф задний резиновые кольца я не устанавливал выставил то есть стандартный зазор и скрутил диф на винтик то есть там не смазки ничего нету и даже вот так можно услышать что есть люфт с черенками есть зазор понятное дело что какой-то там он должен быть но он слишком большие проблема с тем что вот эти вот шестеренки на них такие зубья их лучше показать в общем их слизывает вот поэтому 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 заранее был приобретен комплектик регулировочных шайб ну и сейчас будем это дело регулировать собственно да почему не ставил резинки потому что они могут создать мнимый преднатяг ничего болтаться не будет и у нас такая уверенность что там все круто но под нагрузкой резинка наша сожмется и зазор между шестеренками между зубьями шестеренок нарушится и собственно будет прощелкивание вот попробуем такую схему приятный бонус то что мы можем собрать полностью 3 дифа разлоченные это круто и фью момент летел предварительная регулировка завершена и мне понадобилось аж 4 шайбы размером 10 на 12 на 0 1 то есть ну наружный диаметр можно конечно побольше позволяет это позволяет это сделать вот эта шайба у неё наружный диаметр около 16 миллиметров вот и в таком ключе шестерни не закусывает и при этом у нас достаточно близко друг другу находятся что плотно скажется в теории на долговечность зубьев как-то так странно очень странно но как раз таки вот это вот уплотнительная прокладочка который у нас сложится вот сюда толщиной примерно 0405 то есть она когда обжимается примерно 0 4 миллиметра и получается и те же четыре десятки пришлось регулировочными шайбами заложить не знаю это просчет аксиала или это просто совпадение но как-то вот так кстати также из интересного стоковые винты которыми стягивается див это м два с половиной и они достаточно короткие хотя сами отверстия в корпусах дифференциалов порядком более произвел замер порядка 13 миллиметров глубина отверстия причем резьбовая часть на этом винтики около 6 7 миллиметров как вариант тюнинга можно сюда будет поставить более длинные винтики для надежности главное обратить внимание чтобы внутри не было никакой смазки либо чего-то такого потому что ей будет некуда деваться и можно повредить корпус дифференциал стоки аксиал нам предлагает если так можно выразиться залить в диффы миллионное масло вязкостью 1 миллион по версии на меркам вот но я буду использовать вот такие вот силиконовые вставки они вообще позиционируются как вставки в уши видимо для хорошего сна но в дифференциал это тоже очень хорошая вещь фишка в том что в обычных условиях дифференциал прям жестко заблокирован него высокое трение но при каком-то сильном ударе либо нагрузки он все-таки проворачивается постараюсь показать то есть такой вот небольшой крошкой накладываются дифференциал эти силиконовые вставки затем сверху у нас опускаются сателлиты они не хотят опускаться неудобно одну руку еще таки вот таким образом то есть мы прожимаем наши сателлиты его но там потихоньку все утрамбовывается ну и сверху добавляем то силикончик а таким образом пока дифференциал будет заполнен на полную важный момент чтобы эти вот так сказать две оси на которых находятся сателлиты пересеклись правильно и пазами друг друга попали потому что иначе у нас не будет собираться дифф ну и как то так это выглядит у меня в конечном итоге прям совсем его под завязку не стала забивать пускай будет чуть-чуть посвободнее пока потестим такой вариант итак все три дифференциала собраны центральный дифф я просто вставил локер и не стал с ним париться вообще 2 дифф отрегулировал точно также закинул в него силиконовые вставки и на этом закончилось посмотрим потестим если кому интересно диаметр вот этой вот шестеренки на рифте примерно 38 миллиметров от дифференциалов плавно переходим к сборке моста и что интересно морковка так называемая или ведущая шестеренка внутри установлен на вот таком подшипники 10 на 15 на 4 его характерное отличие в том что он не имеет это вот порезиненного колечка номер сугубо металлическая до почему находится внутри на самом деле на моей памяти это первая модель аксиала которая вот такое вот решение то что по моему что на капре что на smt когда я собирал у них везде porsche были с резиновыми колечками далее сборка моста без всяких нареканий в комплекте идет некая дифф гриз нечто белое и непонятно ну может она и окей не знаю я использую mobile гриз 222 пока что не подводила так что заливаю так сказать все ей и собираю дальше в процессе сборки моста не мог не отметить такой очень приятный момент вот так вот поставляется кулак то есть здесь между уши ушками между ушами есть вот такие вот втулочки они абсолютно легко достаются сделано для того чтобы видимо не лопнуло в процессе транспортировки крепления ну внимание к мелочам мое почтение вот что действительно не понравилось это вот эти вот два подшипника потому что они стоят грубо говоря на улице и на них будет лететь все и они совершенно без кого-либо резинового уплотнителя то есть они первый претендент на выход из строя ну поставлю пока сток но честно говоря странное решение зато насколько массивные полуоси это просто нечто толщина вала здесь 6 миллиметров огромнейшая крестовина реально очень огромный привод он очень толстый выглядит круто изначально когда я увидел конструкцию кинг пинов на мостах рифта она мне идея это не понравилось потому что пины казались тонкими но нет факту факту пин не такой уж и тонкий и в диаметре у в диаметре он 3 миллиметра что вполне себе неплохо то есть мы просто вставляем пин и фиксируем их винтиками сервас эвер это прям единая и какая-то отдельная поставь эпопея в общем моя рекомендация собирать именно с вот этой части вставляю сюда сначала собрать пакет вот этих вот пружинок а потом уже засовывать их вот этот корпус затем внутрь мы просто вставим вот эту часть и собираем собственно по инструкции дальше проблему с вылетанием пружинок они решили цельным корпусом потому что на smt был похожий сервас эвер но с открытые вот этой вот частью и пружинки в один прекрасный момент просто улетели здесь такого быть не должно ну что ж сборка первого моста и собственно переднего закончена что можно сказать самое крутое это крепление сервопривода реальный это сделал гений компактнее мне кажется реализовать просто не получится очень офигенно не портит внешний вид плюс максимальный кпд класс реально очень понравилось также что понравилось это отбойники на угол выборота да то есть у нас вот такой в градусах не подскажу но то что они здесь есть это круто потому что при башенге при прыжках при ударе чтобы колесо не упал не уперлась в тягу при максимальном выборате допустим там сервас эверс работал нас просто свободно начинает поворачиваться колесо и чтобы она не уперлась в тягу и стоит жесткий отбойник это круто мост интересный металлическая крышка тоже бонус и приятный плюс 6 миллиметров входной вал ну в общем как то так пока нравится положительные эмоции так сказать поставил сюда gx и к буст неплохая серва достаточно быстрая на около 20 килограмм так что потестим попробуем вот и задний мост собран какие-то промежуточные этапы его сборки я не снимал там нет ничего особенно интересного все то же самое что и с передним по нюансам просто собирается без всяких нареканий важно не перепутать местами вот эту часть крепления тяг левую правую потому что спереди перепутал пришлось переставлять и потом когда прикрутил вот эти два наконечника я тоже перепутал левый справа то есть когда у нас собрана правильно вот эти отверстия под дисковый якобы тормоз должны находиться вот примерно так